Искусственные материалы с каждым годом всё прочнее входят в наш быт. Казалось бы, это вполне нормальный процесс, ведь природу нужно беречь, и по возможности необходимо заменять мех или кожу синтетическими аналогами. Тем не менее, многие безответственные производители обеспокоены отнюдь не окружающей средой, а лишь собственной выгодой, поэтому делают товары из самых дешёвых и низкокачественных материалов. Мать двоих детей, 26-летняя англичанка Лиза Коннор, которая живёт в городе Блэкпул, поделилась со своими подписчиками на Фейсбуке историей, от которой мурашки бегут по коже. В одном из супермаркетов женщина купила для двухлетней дочери Скайлы розовые сандалии за 7 британских фунтов стерлингов. Причём по магазинам семья направилась не просто так, а именно в день рождения маленькой девочки. Именинница сама выбрала эти босоножки, потому что они ей очень понравились. Во время примерки я обратила внимание на то, что обувь плотно прилегает к ножке Скайлы, но консультанты заверили меня, что так и должно быть, ведь сандалии сделаны из специальной мягкой резины, которая легко растягивается, рассказывает Лиза. В свой день рождения девочка так и не обула обновку, а следующий день обернулся настоящим кошмаром. Реклама, это было ужасно. Я возилась на клумбе возле дома, а моя дочь играла в саду. Вскоре я услышала её плач. Подбежав к дочке, я замерла от испуга, её ножки были всё в крови. Я не могла поверить своим глазам. Было такое впечатление, что моя Скайла пробежала марафон в кандалах, а на самом деле она всего лишь в течение получаса гуляла вокруг дома, не скрывает эмоций мама. Работники супермаркета, узнав о проблеме маленькой Скайлы, вернули деньги за покупку. Но маму это не успокоило, и она требует запрета продажи этих резиновых сандалей для детей. Я считаю, что резиновые детские сандалии следует изъять из продажи. После того, как я выложила снимки окровавленных ног моей девочки в интернет, со мной связалось множество родителей, которые столкнулись с такой же проблемой, говорит Лиза. Эту инициативу поддержали тысячи людей. Пока неизвестно, чем закончится эта история, но очевидно, что родителям нужно максимально ответственно подходить к покупке обуви для детей. Если эта история не оставила тебя равнодушным, поделись её со своими друзьями.